Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители телеканала Далия Рапонлайн. У меня в гостях Андрей Васильевич Ермолаев, известный украинский политолог, прошлый директор Института стратегических исследований при президенте Украины. Здравствуйте, Андрей Васильевич. Здравствуйте, Михаил. Приветствую, уважаемые зрители. Андрей Васильевич, знаете, я вот когда вот произносил этот речитатив, связанный с вашими регалиями, и произнес слово «институт», вы знаете, как работает ассоциативная память, и мне вдруг как щелкнуло Институт национальной памяти, который у нас существует в Украине, который очень успешно работает. Вот недавно он принял некоторые рекомендации, связанные с запретом Булгакова в силу его имперской идеологии и, скажем, отражение тех нарративов, которые государство агрессор России сейчас использует для борьбы или в процессе военной агрессии против Украины. Как вы относитесь к этому решению заканцелить Булгакова? Знаете, Михаил, я хочу вначале сказать, что это не упрек вам, вы просто все правильно сказали, человек, выдерживающий рамку канала его идеологии, но мне кажется, что надо перестать друг друга пугать Россией и ее нарративами, потому что, когда мы даже это произносим, это часто слышу от таких патриотически настроенных комментаторов, аналитиков, они думают, что они изобличают и уничижают, а вообще-то они, ну, тут надо хоть чуть-чуть ориентироваться в особенностях психологии и психоформ, а на самом деле они создают страшную тотальность, потому что Россия даже в условиях войны и в эпоху Путина очень неоднородна, очень сложна, и даже то, что сейчас многие люди мыслящие, критически мыслящие, настроенные, ну, если не политически, то интеллектуально, интеллектуально критично в отношении судьбы и страны, и власти, они есть, они влияют на процесс. То, что их не показывают по официальным каналам и ФСБшным телеграм-каналам, ну, такое дело. Я иду к тому, что и многое, что происходит в рамках вот этой когнитивной сферы войны, оно на самом деле не так уж управляемо, но достаточно вспомнить скандалы, связанные с периодической истерикой так называемых Z-журналистов, которые иногда своими комментариями и прочим даже подрывают то, что было сильной стороной России. А что касается вашего прямого вопроса, как отношусь? Ну, во-первых, я скажу сразу, меня это точно никак не касается. невозможно запретить думать, невозможно запретить уважать культурное наследие и невозможно разрушить личный суверенитет. Это можно сделать только его ограничив тюрьмой, камерой и унижением. Я считал, и считаю, что если мы говорим о культуре, о духовном наследии, оно включает в себя все. и высокопоставленных аристократов из старой Англии Шекспира. То ли коллективное имя, то ли имя опального британского аристократа. Впрочем, никто не запретит и перечитывает Ницше, несмотря на то, что долгое время его пришивали, вписывали в контрпропаганду связанную с нацизмом и фашизмом германским. Потому что это все есть тот культурный пласт, на котором формировалась наша современность. А наша национальная современность, она вообще сложна. По той простой причине, что она вбирает в себя и этническое, и фольклорное, и имперское, причем нескольких империй наследие. И сложное наследие сожительства с рядом народов-соседей. Это все на этом и формировались мы. Многое, что связано с этим наследием в виде литературы, музыки, архитектуры, иногда воспринимается контроверсийно. Например, учитывая, что католическая конфессия, католицизм долгое время, особенно в период Российской империи, находился в таком сложном положении. это не только католическая громада, но это еще и огромное культурное наследие. Одни храмы в Западной Украине чего стоят, соборы полузаброшенные, которые до сих пор сейчас требуют еще внимания реставрации наследия, например, такого известного мытья, сослуженного собой, как пинзель. Его великолепная скульптура и изделия из дерева ритуального характера. Поэтому попытаться как в той старой байке советской здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали, но это глупость несуседная. Я вам скажу больше, она мало что даст, потому что запретный плод сладок, чем чаще будут упоминать что-то, что нельзя, тем больше этим люди будут интересоваться хотя бы из любопытства. Это я говорю уже на психологии процесса. Ну а если по сути дела, по сути дела есть наше интеллектуальное наследие, которое стоит помнить. Я всегда привожу в качестве большого совета своим коллегам, журналистам, политологам, философам работы нашего современника, нашего историка Солдатенко. Да, он по взглядам наверное его можно отнести к такому зрелому левому лагерю нашим языком, языком, политического идентификата. Но это прекрасная историографическая школа, его работы по истории украинской революции, во всем его многообразии, сложности имен, судьбах людей, составах правительств, начиная от правительства Центральной Рады, заканчивая гитмонатом директории и так далее. Это то, что достойно внимания. Вы с удивлением будете для себя открывать, какая сложная взаимосвязь и сочетание было имен и судеб. Ну, например, именем старшего Вернадского до сих пор именуется наша библиотека Центральная, а его сын был министром культуры или просвещения врангельского Крыма. Кстати, как историк, младший Вернадский считается одним из фундаторов евразийской мысли в историографии. Интересная работа по истории и позиции развития цивилизации леса и степени. Вот такого рода казусов, без которых нам сложно понять нас самих, очень много. К этому же относятся и Булгаков. Человек тоже со сложностью невероятно талантливой его профессии и то, что воевал в Первую мировую его работа в Киеве. Андрей Васильевич, я... И романы, без которых сложно представить историю Киева. Андрей Васильевич, я, смотрите, я хочу вам сразу задать прямой вопрос и, ну, такое трезво совершенно конкретно. Ну, первое, мы прекрасно понимаем, что вот Булгакову уже все равно, да, то есть Булгаков спит, пусть себе спит спокойно, Булгакову уже все равно, но для кого-то это может быть и в том числе и проявлением некой свободы мысли, там, частной свободы, да, ведь Булгаков, он не, ну, человек покойный, а раз покойный, то мирный, и, соответственно, от него точно не пролетит, точнее, и не пролетит, и от него и не прилетит, значит, можно его хвалить, можно его ругать, можно его подвергать астракизму и тем самым, ну, как бы расширяя горизонты собственного понимания демократии. Согласен, это абсолютно нормальная история. здесь Булгаков как-то пугало тоже сгодится. Я к тому, что это часть нашей современности независимо от института памяти. У меня, у меня, ну, вы понимаете, чем я говорю, да, вы понимаете, чем я говорю прекрасно. Это просто такой зопов язык, но принимаете прекрасно, чем я говорю. Я бы, знаете, как бы обратил внимание на другое, на позицию Владимира Александровича Зеленского, потому что, да, выходит час видео 21-го года, где Владимир Александрович говорит о том, что Михаил Булгаков, мы не дадим Булгакова. Это действительно очень важный персонаж в литературной истории Украины и так далее, и так далее. Можно сказать, что вот сейчас мы испытываем на себе российскую агрессию, и Владимир Александрович Зеленский, будучи верховным главнокомандующим президентом Украины, он сосредоточен на огромном пласте, пласту, пласте работы, и он не отвлекается на все эти дебаты вокруг Булгакова, просто потому, что у него нет на это времени, и просто потому, что он, скажем так, не хочет сейчас занимать общество какими-то второстепенными историями. Да, у него попросту на это нет времени, он укрепляет обороноспособность Украины, и все для того, чтобы Украина вышла на границы 1991 года, так? Но с другой стороны, но с другой стороны вы сейчас спорируете, но с другой стороны, Андрей Васильевич, ведь скажем так, речь же не идет не о Булгакове, а речь идет о философии развития страны, а от этого напрямую зависит победа страны в борьбе с российскими оккупантами и диктатором Владимиром Путином. И это очень важная часть гуманитарной сферы, а гуманитарная сфера это как раз одна из тех плоскостей, где враг ведет с нами борьбу и войну, может быть, президенту все-таки стоило бы, если даже не высказаться отдельно по Булгакову, но хотя бы высказаться в отношении в целом проблемы, скажем так, рефлексии литературной во время войны. Вы хорошо сказали высказаться, не прочитать, не промычать, потому что я вообще, будь моя воля, сейчас требования не только к государственной службе, но и к политической сфере в целом, там есть политические назначения и мандаты, депутатский корпус, министры, ввел бы не экзамен на знание Конституции и языка, ввел бы письменный тест в ограниченное время на изложение сути своей позиции и предложений по проблемной сфере, по сфере компетенции, в свободном стиле, помните, как было в школе, свободное сочинение, и мы бы увидели, как. Мне сложно понять людей, которые редко говорят от себя, которые, когда говорят, содержат в языке огромное количество паразитов, моральных конструкций и призывов. Это не текст. Извините, мне это какие-то скрижали на камнях. Поэтому я не знаю, как и что сказал бы Владимир Александрович Зеленский, президент Украины, верховный главнокомандующий, если бы его простили в свободном стиле и спросили бы, например, какая сцена из романа мастера Марита ему запомнилась больше всего. Я говорю серьезно, потому что трагедия нашего времени, мы с вами до эфира, это не небольшой секрет, часто обменяемся мнениями о книгах, о текстах, о именах и что стоило бы вспомнить, а трагедия нашего времени в том, что мы живем в эпоху нечитания. Даже телеграмм с этими короткими замечаниями, часто с феней, и то воспринимается уже часть ментальной войны, елки-палки. В эпоху просвещения, если бы люди столкнулись с подобным родом текстом, я думаю, они бы эти надписи которых даже не заметили бы. Понимаете? Не то, чтобы они не пользовались, они бы их не замечали, потому что это не воспринималось бы как текст, потому что текст сюжетен, текст обязательно должен обладать определенной языковой культурой, подачей, понятийным аппаратом. А мы обсуждаем читать, не читать экран-каналы, в которых люди пишут безграмотно с ошибками Бог знает что. Поэтому у меня большой вопрос не просто к ответственности, компетентности, а, извините, к образованности, современного политического класса. Потому что образованность это не про... Извините, вы зацепили эмоции и я пошел. Один мой старый знакомый ушел, конечно, он уже из жизни и вечной память. У меня когда-то в отношении нашего общего знакомого, которого часто критиковал, часто критиковал в личном, он говорит, Андрей, ну что ты воплощаешься, ну что ты цепляешься к тому, что ты услышал, ты успокойся. Есть просто люди умные и образованные, а из тех, кто просто читали. То есть просто читали для галочки, для экзамена, для... И в этом беда нашей современности. Нам некогда. Мы занимаемся реформами, мы сейчас воеваем с врагом, мы все мобилизованы, у нас куча важных технических задач. Извините, войны побеждаются не столько танками, только духовностью, интеллектом и отношениями. Если мы разучимся думать о высоком, если мы разучимся ценить важное, если мы разучимся и не будем читать книги, разные, кстати, даже спорить с ними, мы потеряем то, что является национальным духом. А без духа как? Это же не механика снаряды заряжать, добить по врагу, ведь и защитники, и тыл, и те, кто составляет вот эту ткань воюющего общества, они должны быть что? Отдухотворены. А какое отдухотворение от телеграм-каналов и пропагандистов в ящике? От бесконечных обвинений и списков? Вот разговор о том, кто сепаратист, а кто коллаборационист, а кто еще бог знает что? Это уж точно не про дух. Это скорее про какую-то политическую цензуру или лицензию. Я очень хотел бы, конечно, чтобы президент, лично президент, нашел время и посвятил может быть интервью, а может быть просто тематическое выступление, оно того стоит желательно вживую и вообще проблему культурного следия в условиях войны, в условиях социального раскола и аномии, и вот этого мармин духовной растерянности некоторой. Это очень важно, потому что без сохранения памяти, да, возможно, у нас изменяются акценты в отношении прошлого. Я помню времена, например, когда пересматривали наследие Франка, было такое в 90-х годах, ну, потому что он увлекался идеями социализма, читал и даже переводил Маркса, но потом эта паранойя прошла. Впрочем, также, как очень сложно было относиться к вдруг, все это вдруг осознали, наследие Тараса Шевченко и круга его друзей, которые увлекались идеями славянофильдов, ну, и так далее. Смотрите, Андрей Васильевич, Андрей Васильевич, я объясню, что я имею в виду. Смотрите, опять же, короткая ремарка, украинское общество борется с большим, сильным врагом, и Украина обязана победить в этой войне, и вы, я, мы разделяем веру в победу Украины, веру, с которой Владимир Александрович ведет Украину к победе над российскими оккупантами. Вот есть такое понятие, которое было в те самые проклятые советские времена, будь они неладны, да, эти проклятые советские времена, было такое понятие, как внутренняя эмиграция. Вы наверняка понимаете, чем я говорю, да, внутренняя эмиграция, и в чем она заключалась, да, то есть, и тогда, кстати, появилась идея, скажем так, обособленного человека, да, она заключалась в том, что просто люди, да, они в публичном пространстве себя вели по одному, да, а, скажем, в семейной жизни наедине с собой совершенно по-другому, так, то есть, и, скажем, к концу 80-х годов, ну, это как бы проявилось, почему? Потому что уже, скажем так, цензура пала, да, и то, что было на самом деле, ну, и контроль пала, то, что было на самом деле, но вылилось в публичный свет. То есть, я что хочу сказать, что это... Я что хочу сказать, да, я что хочу сказать, не кажется ли вам, что то, что Владимир Александрович не высказывается по этому вопросу, а не высказывание, это значит одобрение, может просто привести к тому, что искренне любящие Украину, патриоты Украины, любящие Украины, которые воюют с российскими оккупантами, элементарно даже платят налоги в бюджет, это тоже экономический фронт. То есть, некоторые люди, они просто, ну, будут немного дезориентированы, потому что, возможно, они чего-то не услышали, а с другой стороны, им говорят, что они недостаточно умные, чтобы самим делать выводы и самим, скажем так, противостоять российской гуманитарной агрессии, да, то есть, когда им говорят, что Булгаков это часть российской пропаганды, и они недостаточно умные, чтобы ей противостоять. Разрешите, изменю подход в вашем вопросе. Дело вообще не в этом. Дело в том, что и институт исторической памяти так называемый, и политика памяти, и сама идея, которая, кстати, неоднократно озвучивалась, в частности, могу сослаться на целый ряд выступлений тогда секретаря СНБУ Турчинова о новой роли государства как субъекта нации строительства. Это дежавотворение как государственного обустройства власти государства, ответственные политические силы государства, а само государство является субъектом нации строительства. Так вот, вот это все очень ретро, потому что такого рода подход был рожден в результате больших национальных революций и формирования национальных государств в конце XIX и начало XX века со своими крайностями. которые помним, не хочу напоминать. Но рождение не только индивидуальной, но и социальной евгеники инжиниринга, формирование так называемых уявных спельнот, нация как уявленная спельнота, с ее дизайном, с ее спецификой реорганизации менталитета, это все политики, имевшие эффект у своих института первой половины XX века. Что изменилось? Мы живем в другом мире. Мир, который известен нам с вами как современникам, он никогда таким не был от слова вообще в плане открытости, свободы перемещения, взаимопоникновения культуры, возникновения даже таких фьюжн-феноменов, когда называют неоязычеством, когда икона, расстановка мебели по фэн-шуй, духовные практики Индии, еще и все это вместе как-то и человек чувствует себя в общем-то внутри этого нормально, у него нет диссонанса, это всего лишь обрядовая часть его жизни. Так вот, я к чему веду, что в этих условиях должна радикально меняться культурная политика национального государства и нации в условиях реального, не в области военной безопасности и международных отношений, а реальной глобализации, когда мы погружены в очень схожие, быстро синтезирующиеся практики. Я приведу простой пример. Что такое реальный глобализм и почему это важно понимать как новый культурный феномен и как с этим работать, а потом мы в Булгаку вернемся. Время одной зарубежной поездки у меня была возможность выступить с лекцией. Это стандартная аудитория, это Кавказ. Контингент, вернее те, кто был приглашен, это и участники мероприятия и приглашенные, то есть грубо говоря это такой микс свободно слушающие и внимающие. А тема касалась как раз проблем национальной стратегии и политики и глобальных вызовов. И я собственно начал с того, что как вы понимаете новую глобальность. Если мы сейчас не даем определение американской вестернизации, если мы не говорим сейчас о геоэкономике, о маршрутах, что такое глобализация в повседневной жизни. И тут же отвечаю, вот сейчас мы сидим в аудитории. Это не центр Европы, это государство Кавказа со своей историей. мы все выглядим достаточно схожи в плане стиля одежды. Мы все ведем себя одинаково по каким-то даже непрозначенным правилам, потому что по умолчанию вы слушатель, я выступающий. У вас у всех в качестве инструмента подсказчика айфоны, айпеды, но и прочее устройство. По какой-то необъявленной причине вы в позиции слушателей и участников диалога, я выступающий. Это практики современного интеллектуального диалога и образования. Представься на минуту, что как код это существует в сотнях тысяч аудиторий во всем мире. Еще каких-то 200-300 лет назад вся система образования и подобного рода духовных бесед существовала в разных формах, иногда совершенно не похожи друг на друга. Но сейчас мы живем в этих условиях, поэтому глобализм проникает везде. Это не только большие процессы, но это означает то, что существенно сложнее стало разбираться с тем, кто мы, а как сохранить свой стержень идентичности и связан ли он только с тем, что мы держим свою территорию за трехметровой стеной, ходим в свои храмы, никого не пускаем, боремся с мигрантами и так невозможно бороться. Так в условиях глобализма не выживешь, стены рухнут. Значит, нужно искать такие политики, которые позволяли бы беря постоянный поток приходящих знаний, информации, опыта и практик, сохранять свое собственное основание. А в чем загадка этого основания? Загадка этого основания в особенности социальной организации и культуры повседневности. Если это понимаем, тогда наше общество целостно и оно как губка впитывает, не разрушаясь. Если же мы начинаем эту губку резать ножом, обрезать лишнее, мы создаем какое-то другое общество, какое-то другое. Дорогие друзья, подписывайтесь пожалуйста на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube канал финансово, материально, это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине либо Азербайджане, Италии, Австрии, Германии, это можно сделать через PayPal, через там Revolute, если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью криптопереводов, с помощью того же PayPal, в общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала, на самом деле это очень удобно сделать, вот тот же самый Revolute позволяет с любой карты абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала, пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать, я вам буду благодарен за поддержку, спасибо. Андрей Васильевич, вот тут Алексей Николаевич Аристоевич, он активно продвигает идею Украины-Руси, наверняка слышали то, что, скажем так, высказывали Алексею Николаевичу. Ну, я это слышал от уважаемого первого президента Украины Михаила Грушевского. Нет, это понятно, да, но, естественно... И о текстах, и названии, великолепная работа истории Украины. Да, 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 совершенно точно, научилась Алексея Николаевича и, скажем так, Алексей Николаевич Аристоевич вспоминает в этом контексте Грушевского и многих, кто, скажем, использовал вот такое двойное название Украины-Руси, как бы, проводя очень важную линию к Киевской Руси, значит, как очень важному геополитическому игроку. У меня вот какой к вам вопрос, там вас не смущает то, что сейчас вот в публичном дискурсе, скажем так, Украины, так, видя, с одной стороны, вот, есть президент, который воюет с российскими оккупантами и вырабатывает стратегическую рамку для страны военную, есть кабинет министров, есть украинский герой-военнослужащий, который борется с российскими оккупантами, но есть очень много экспертов, которые подчеркивают, что они эксперты, они, значит, генерируют смыслы. Только проблема в том, что у нас, кроме Украины, Руси, как обновленной концепции Алексея Николаевича Арестовича, ничего в публичном пространстве не присутствует, не обговаривается, и, собственно, мы не понимаем, да, а какая конечная цель, да, то есть вот Украина, например, 2030 или Украина 2050, вот какую Украину мы вот видим по численности населения, по, там, я не знаю, по экономическому потенциалу, успеху, то есть это же любой бизнес-план, он построен на конкретных метриках, так, вас не смущает, что мы не обговариваем вот это, да, мы только говорим о концепции Арестовича. Миш, позвольте мне не обсуждать ни Арестовича, ни вот так называемую концепцию, вот разрешите мне этого не делать, название рождено было тоже из-за идеологических соображений в бурные годы русской революции в Российской империи, украинской революции, как попытка как бы такого нового репозиционирования, она не прижилась и понятно, почему, потому что Киевская Русь это тоже конструкт искусственный, рожденный в рамках русской историографии конца 18-го, начала 19-го века, не было такого государства в Европе Киевская Русь, это мы так это называем, а если мы говорим о феодальных государственных образованиях того времени 9-10 век, это были династические феодальные структуры, часто с светской военной организацией, и напомню вам, что тогдашнее княжество, организованное в союз вокруг Киева, это были варяжские княжества, то есть тогдашнее государство, которое получило чуть позже название Киевской Руси, это была часть нормандского строительства, эпоху нормандских походов на территорию современной Европы, в этом отношении Киевская Русь не была уникальной. Нужно ли нам к этому возвращаться, к истории этой государственности, которая, кстати, во многом повлияла и искривила основы молодых государственных институтов тогдашних славянских объединений. Славянофилы и так называемые норманисты до сих пор у Майдкопиа така была ли альтернатива, можно ли было по-другому, можно ли было избежать господства нормандской династии, варярской династии Украины, в территориях, которые затем уже оформились. В общем, также вы, наверное, не хуже меня знаете, всю эту бесконечную, мне кажется, пустую историю связанную с поиском термина Украина, когда начали писать это с большой буквы, когда он стал датификатором. Это всё важно, но если бы, например, в Эстонии эстонцы переживали по поводу рождения своего этнонима, восточные люди, или те, кто, как прочие мы голландцы, как мы их называем, это дурная бесконечность. суть в том, что в 20 веке, после бурных сначала интеллектуальных духовных событий 19-го эпоху весны народа, поиска себя, своей собственной визии, как мы становились, как молодой народ, какими бы даже быть вольными, мечтами, которые, кстати, я очень увлекаюсь этой темой, мечтой о федерации вольных народов без аристократии, чем болели многие, и этот комплекс потом еще вошел в историю как комплекс Наполеона, освободить всех и дать свободу, бонапротизм это называли. Затем родилась республика, сначала в гранили революции, затем социалистическим экспериментом, но республикам, даже такие столпы украинской революции, как Вениченко, критикуя большевизм, убежав от него, покинув и проживая в Европе, в Париже, тем не менее, признавал как факт, что этот поворот произошел, он нам не нравится, но это исторический поворот, наша задача в этом повороте вернуть украинскому проекту, украинскому государству, народа власти, свободу и так далее. Я считаю, очень честная позиция украинского политика, интеллигента и просто интеллектуала. Я считаю, что в 21 веке Украина состоялась, она состоялась во всех отношениях. Да, у нас еще есть проблемы с институтами государственности, мы в бесконечном реформировании, часто подрывая их. у нас бесконечно меняется дизайн политической системы, но это дизайн, потому-то и слово такое. Потому что государственная структура, даже в условиях периодических реформ, смены полномочий, тем не менее, способна удерживать целость. сейчас организовывать оборону, это же этим занимается государство, а не какие-то там банды зеленых, синих и махно. Нет, этим занимается государство, силой обороны, государственной силой. И это говорит о том, что государство, смотря на все эти упреки. А вот в чем мы сталкиваемся? Мы до сих пор сталкиваемся с вопросом, как обеспечить неконфликтную идентичность и что такое консолидация. Я утверждал и утверждаю, что главная, фундаментальная и методологическая, и мировоззрительная, и практическая ошибка, иногда выглядящая как преступная со стороны украинской власти, не первая, кстати, не первая власть в составе своем совершает эту ошибку. Когда она подменяет задачи геокультурного развития достаточно молодого, но уже сильного национального организма, нации политической, задачами либо техническими, накормить, напоить, обустроить, построить дороги и хватит, хай себе жуют, ездят и работают. Это один крем. А второй крем найти раскраску, по которой раскрасить всех в один цвет. Читать по ночам Тараса Говорова и Чешевченко, спеваты песни, донаты ты, воеваты и больше желательно не оглядываться по сторонам. Эти обе крайности приводят к тому, что в обществе возникает огромное количество новых лишних людей. Вот мы знаем этот термин лишние люди по истории критической публицистики 19 века Российской империи. Но, кстати говоря, не только в России это развивалось. Это вальтерианство, это вообще феномен европейской культуры. В Писаре, и прочее, Чаядаев, это все вольтерианство. И у нас было свое вольтерианство, вольнодумство мыслящее. Но дело в том, что... Вы знаете, какой мне термин понравился? Прошу прощения, вас перебьем. Я в одной книге прочел, опять же, скажем, диссидентствующие книги середины 20 века. Такой термин как подсоветские люди, то есть были советские люди, включенные некие советские процессы, были подсоветские люди, то есть люди, которые старались себя выключить процессы вот этой советской матрицы, либо которые, скажем, жили дома совершенно другой жизни. тема вообще социологии, социогенезия, тема социологии, это интересно. Возможно, половину зрителей мы потеряем, но мы можем посмотреть отдельный эфир. Потому что, когда мы говорим о многомиллионных системах, там действительно активная, пассионарная и носители, это не все, это не все миллионы. Это какая-то наиболее проактивная включенная часть. А ведь есть миллионы тех, кто используется в тени, на интеллектуальной кухне, в социальном пассиве, вот в истории Советского Союза это явно проявилось, когда начали события Второй мировой. А я хочу напомнить, что дистанция между революционными событиями и становлением того, что назвали СССР и Второй мировой, там меньше 20 лет. Прошу прощения, у нас вне зависимости 30 уже, больше 30. Это так, для сравнения. И мы живем в другой динамике. А там меньше 20. Люди достаточно молодые, еще активные, они хорошо помнили дореволюционную жизнь, по-разному к ней относились, разное положение занимали, прожили уже первые два десятилетия социализивка эксперимента, переопределялись, многие из них были в пассиве, кто на кухне, кто на кухне. Поэтому это очень сложная была ситуация. Это не означало, что не нужно Родину оборонять, но ведь каждый оборонялся своим смыслом. Были даже те, кто считал, что воюя с нацизмом, может быть, в результате народ затем вернется к идее свободной России. Я веду к тому, что мы и сейчас сложно устроены. Когда мы сталкиваемся с вопросами идентичности, то есть, кто мы вместе и что мы вместе делаем для будущего, это не столько про войну, сколько про общее дело, про республику. А для того, чтобы в этом определиться, необходимо что? Оно необходимо, чтобы у нас было то самое общее. Общее в духовных настроениях, в нашей памяти, что мы вместе ценим. Но самое важное, что мы вместе делаем. Теперь второй момент. Потому что я иду к чему? Что если на эти вопросы нет ответа, вопрос войны не дает ответа на эти вопросы. Потому что обороняться это про территорию и государство. А на вопросы, что мы защищаем как общество, каким оно должно быть, война ответ не дает. Эти ответы дает интеллектуальная и политическая сфера. А это возможно только когда в обществе есть и сохраняется платформа для чего? Свобода мыслия. Ведь свобода мыслия это же не извините меня матюк написать на заборе. И неплохое слово. И не повторить цитату врага. Это вообще про другое. Вот я приведу вам, зарядили у меня, приведу тестовый пример. Представим себе на минуту, но пофантазируем, что Украина встретила войну в 24-м, а затем в 22-м году уже полноштабно. Не в том состоянии, извините, меня облезлой такой шляхтообразной элитки, которая давно забыла, что такое национальные цели, что такое партийность и идеология, которая партии воспринимает как набор документов в чемодане, а власть как место и кусочек в кормушке, или как называли, корыто у нас это называли. Представим себе, пофантазируем, что мы встретили эти годы в развитой политически структурированной системе, где есть настоящие коммунисты, настоящие, то есть со своей библиотекой, со своей современной интеллектуальной мыслью, предлагающей построительство социалистической системы, с вертикально интегрированной структурой сторонников, такими также выглядят национальные демократы, со своей богатейшей традицией, именами, опять же, фондами партийной поддержки и процедистских программ, тоже вертикально интегрированная. Возможно, либеральные, либеральные демократии, короче говоря, широкий спектр, но целостных идеологических сил, партийно организованных, каждый из которых знает, что в этом обществе, вот у меня социальная база, это люди вот так настроенные, вот с такими доходами, с такими интересами, я защищаю, я знаю, что им нужно. Заметьте, что есть, когда представители идеологических сил спорят между собой, иногда может дойти до мордобоя, бывает, особенно мы видим это на примере западных парламентов, но это все часть, плоть от плоти, кровь от крови народ Украины, потому что он, народ всегда многообразен во взглядах, в приоритетах, интересы различные, если они конфликтные, происходит столкновение, хорошо, если столкновение только в политике, задача политика гармонизировать, выходить из конфликтной ситуации на компромиссы, обеспечивать их, для этого нужно парламентаризм, для этого нужны вот те самые компромиссы, но вот это все обеспечивает то, что называют демократическим развитием, потому что через этот спор и нахождение компромиссов решений, народ Украины, украинская политическая нация, достигает того самого компромисса и даже консенсусом, потому что не будут же люди постоянно на Майдан выходить, и вы с ней кто как думает, они доверяют свой голос и свою надежду тем, кто хорошо подготовлен, те, кто придерживается политической и идеологической традиции. Но в условиях войны как бы повели себя те политические силы? Мое убеждение, мое убеждение в условиях войны и внешнего врага среди полноценных настоящих политических сил партии объединений не было бы врагов. Они по-разному отвечали и отвечают на вопрос социального будущего Украины, но эти все политические силы, имея мандат, имея фракции от региона до парламента, они все украинцы, они все патриоты и нет проблем им объединяться в решении вопросов обороны, военного бюджета, мобилизации, экономики, государственной политики в области мобилизации, призывников, потому что это не про будущее и это не про измы. и это бы означало, что даже в этих условиях нужно было сохранять что? То самое свобода мысли, потому что идеологи не отменяются. Не отменяется, извините меня, не классика либеральной мысли в этих условиях, не классика левой мысли, не классика национальной демократии, кстати, которую сейчас, по-моему, тоже как-то странно читают наши современники, очень странно. Далеко не все, кого называют теоретиком украинского национального был демократом и так далее. Я подвожу к тому, что воевать нужно, сохраняя свобода мысли. Мы выражаем это другой формулой, более распространенной, конституционно оформленной свобода слова. Но свобода слова отражает как раз вот этот момент. Свобода мысли как право предлагать своему народу разные пути, как право предлагать разные варианты решения больных проблем или стратегических проблем. Но это все в рамках развития твоей республики, в рамках границ и главное сохранение единства сложного общества. Мы имеем дело с другой ситуацией, когда у нас этого свобода мысли нет в самой... Андрей Васильевич, я вот, смотрите, в завершении спрошу о следующем. Есть пропаганда и бурчащие. Андрей Васильевич, я в завершении вас спрошу о следующем. Вот смотрите, вот вы говорите демократия и прочее, прочее. Знаете, для того, чтобы была демократия, нужен, с одной стороны, демос, а с другой стороны, нужна кратия. то есть демократия, это сбалансированная форма правления. Вот у нас часто возникает очень много интерпретаций демократии. Например, то, что у нас было на протяжении 30 лет, это тоже называли демократией. Миша, я понимаю, в чем он подводит. Не-не, я... Смотрите, я что хочу сказать, что, коротко, что на мой взгляд, чтобы... То есть общество должно быть готово жить в условиях демократии. Это означает очень многое. Это означает и вопросы, скажем так, финансирования, вопрос ответственности выбора, вопрос идеологии, вопрос, ну, как бы, представительства, да. На мой взгляд, ошибка была в том, что 30 лет назад вместо того, чтобы начать с низовой демократии, мы сразу, условно говоря, с колес учились строить там демократию, учились строить демократическую систему и прочее. Возьмите пример того же Азербайджана. Можно давать разные оценки, но историческую свою миссию восстановления территориальной целостности Азербайджан выполнил в условиях условного там просвещенного авторитаризма. Там нет демократии. Вот в Турции мы сейчас видим, да, в Турции, скажем так, продвинулась чуть дальше на этом пути, там есть, с одной стороны, просвещенный президентский авторитаризм, но с другой стороны, там есть демократия и на местном уровне, и на парламентском. Но Турция, она, скажем, создала такую систему, при которой возможна эта демократия. Может быть, скажем, мы начали не с того, может быть, сначала нужно было, скажем так, научиться жить в условиях сбалансированной социально-общественной системы, с автократии, а потом переходить к демократии. Как вы считаете? Боюсь, что-то не получится последним вопросом, поэтому я себя очень ограничу. Во-первых, я вообще не согласен с постулатом о том, что государство и его территория важнее демократии и общества, потому что я живу в 21 веке, а не в 16-17. Это первое. Второе. Демократия это не форма правления, и это не конкретная модель. Это способ социальной самоорганизации общества через государство, в котором могут самые разнообразные быть формы, самые разнообразные. То есть, нет кальки. Важное здесь, ключевое, что теперь субъектом и сувереном является не монарх, не богопомазанник, не церковь, не какой-то круг избранных, который не спрашивает, как, который является единственным сувереном, то есть, распожаясь судьбами, землями, экономикой и налогами, а сувереном является народ. А уж какую форму организации этого суверенитета народ предпочтет, она может быть с выраженным автократическим элементом, когда вождю добирают больше, чем разным политическим силам. Но тем не менее, тем не менее, даже в этом случае у народа есть возможность избирать или низвергнуть, или сменить на альтернативу. Либо же будет более конкурентная площадка, где будут разные политические силы с допуском религиозных структур или без допуска. Я встречал, например, сейчас не берусь утверждать, что это звучало в докладах Си Цзиньпина, но вот в документах, связанных со съездами КПК, был такой момент, где китайские политики отвечали западным критикам по поводу того, что есть Китай, есть ли Китай демократия. Они утверждали, что китайское равноводовластие является более честным и эффективным по той простой причине, что не имея прямых выборов, китайские политики, партийные или непартийные функционеры, они привыкли отвечать за слова и не делают дешевых обещаний. Они принимают решения, реализуют их и отчитываются. И в этом отношении китайское народовластие куда более ответственно и эффективно, потому что власть делает то, к чему стремится и на что запрос общества. В этом смысле это тоже народовластие. Оно может нам не нравиться по организации, оно на другой культурной платформе. Но это уже не мандарины, не императоры и не захватчики. Это внутренняя самоорганизация современного нам сложного китайского народа. Впрочем, так же, как многие европейские государства, которые нам симпатичны по традиции политической культуры, эффективности институтов социальных и политических, сохраняют такой атрибут, как монархия. Причем, хотя наши политологи, эксперты, когда с этим сталкиваются, стараются как бы заэтушировать, но это было неважно, это дизайн. Хотел бы посмотреть, как наши политики, приехав, например, в Лондон на встречу с посетителем Королевского дворца, там бряхнули о дизайне. Это реальная власть, она просто теперь ограничена в полномочиях, но она является частью национального суверенитета, как элемент аристократизма в демократической европейской системе. Британская корона до сих пор является номинальным владельцем всех земель Британии, хотя они реально в управлении распоряжением, многолетней передачи со сложными процедурами возвращения или продажи, но тем не менее, корона является, когда-то у нас государство единственным номинальным собственником земель Британии. Поэтому я считаю, что это все современные формы народа, власти, где есть демократическая организация, которая нам ближе. Ну, почему? Потому что там, например, сильнее самоуправление, к чему мы стремимся. Там есть традиция политической конкуренции, которая нам всегда была симпатична, а у нас иногда доходила до анархии. Мы ориентированы на парламентаризм и коалиционность. Это в плюс, а теперь в минус. Но мы ничего для этого не делаем. Мы умничаем по поводу того, что лучше автократия или демократия, сами создали по факту ублюдочную дизайновую систему автократической модели. Ну, хотите пример? Пример-министр парламентской президентской модели это лидер, как минимум один из лидеров коалиции парламентской. Когда у нас лидер парламентской коалиции возглавлял правительство с правом формирования кабинета. Одновременно президент насильный президент может быть вторым лидером или первым лидером правящей политической силы. У нас так как бы было 2019 год. Слушайте, так вы пытаетесь. Парки фунтов народа прием Зеленский. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube-канал финансово, материально. Это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal, через там револют. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала. На самом деле это очень удобно сделать. Вот тот же самый револют позволяет с любой карты абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала. Пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать. Я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Андрей Васильевич, вы просто пытаетесь, да, вместо того, чтобы подогнать законодательство к тем реалиям, которые существуют, мы говорим о том, что нужно подгонять реалии к законодательству. Законодательство это функция, так? А функция, она эффективна, когда она соответствует реалиям. Вы понимаете? Ну, не может там человек с избыточным весом, например, одевать футболки для худощавого, не может худощавого одевать другие футболки. Если вы еще не понимаете партийность и идеология, нечего браться за создание партий и называть умовские структуры партиями. Я вот о чем. Я ничего никуда не подгоняю. Я говорю о том, что у нас много, хотел резко сказать, мы до того заимитировали процесс, что сами в этом тумане развития заблудились. Даже перекличка не работает, потому что глаза кривые. Вот я что. А что касается стремления к политической многополярности внутренней, конкуренции, это в Украине мы наблюдаем все годы независимости. Вплоть до схваток и майданов. Но я считаю, что это крытый общественной традиции, даже запросе на политическую конкуренцию. Но, блин, на запросе нужно адекватно отвечать. Если вы пришли за хлебом, а вам суют, извините, меня гнилую тарань, ну, точно, или вы возьмете. Я думаю, что тут вопрос, тот случай, когда явный конфликт между спросом, запросом общественным и предложением. Вместо хлеба гнилую тарань. Понимаете, Андрей Сеевич, тут у нас с вами есть расхождение, потому что я бы понимал, ну, вот, например, да, то есть вы продаете фотоаппарат. Да, вот я вам приношу, говорю, вот, Андрей Васильевич, вот у меня есть устройство, например, полироид. Да, я хочу, чтобы вы продали мой полироид у вас в магазине. Вы на меня смотрите и говорите, Михаил, вы опоздали на 20 лет. У меня там фотоаппараты, так, они современные, отвечают современным запросам покупателя. А у вас полироид, который никому уже давно не нужен, да, с этой моментальной фотографией. И я, так сказать, опустивши голову, покидаю ваш магазин, да, потому что я понимаю, что, нет, я просто, я к чему говорю, потому что я понимаю, что со своим, скажем так, уставом в чужой монастырь не лезут, понимаете. Также точно здесь, если бы у нас была проблема в какой-то одной партии, окей, но у нас проблема в принципе в партийной системе это то, что Сергей Доренко когда-то называл, говоря о партии единства, властной ватагой. Вот властная ватага это определение, как нельзя лучшее, характеризующее партии на постсоветском пространстве. Неважно, о каком государстве мы в данном случае говорим, нет партий, есть властные ватаги, просто потому что партии, они не берутся с неба, чтобы в Великобритании появились партии, к этому Великобритания пришла, равно как Соединенные Штаты Америки и другие европейские демократии. Правильно, но нельзя, вы поймите, я считаю, нельзя проснуться и сказать, сегодня у нас демократия, сегодня у нас будет одна партия, завтра у нас будет другая, это, извините меня, подход Александра Николаевича Яковлева, который вызвал Жириновского и говорит, вот завтра, Владимир Вольфович, ты возглавляешь ЛДПСС, Либеральную демократическую партию Советского Союза, все, точка, вот, у нас будет многопартийность, у нас будет ЛДПСС, вот, такой подход, он не работает, партия возникает, я сейчас буду на язык, во-первых, если вы знакомы с серьезной, ну, с историей, только не вот этих постеров, вот этой ерунды, это рейтинговые, а серьезными исследованиями, связанными, например, с ценностными ориентациями украинцев, хотя бы с нашей работой, мы делали когда-то большое комплексное исследование, две части успели, третьи не успели, о проблемах украинского характера, менталитета, вы увидите, что украинское общество всегда было полиполярно, по умонастроениям, с разной визе будущего, с разными запросами на социальные уклады, кто-то тяготел коллективизму, кто-то был сторонником такого, ну, индивидуалистических правил, кто-то ориентирован был на, ну, такое сильное индустриальное государство с защищенной рабочей силой, а кто-то тяготел вот к такому фермерско-предпринимательскому эгоизму, и это отражалось в разных симпатиях в идеологии, то есть, Украина большое сложное общество, где разнополярность общества, она требовала политической разнополярности, и в первые десятилетия независимости, я вам скажу, количество профессиональных, компетентных, компетентных партийных организаций, ну, было очень достойно, я вообще считаю, что парт строительства в Украине при всех минусах некоторых лидеров, олигархов и прочего, когда произошел сбой, когда произошел сбой, пожалуй, впервые, я, наверное, публично эту версию изглажу, потому что, вроде как, ни ковремени было, во-первых, тогда, когда политическая борьба начала подменяться борьбой за сферы влияния, так называемая регионалистика, когда начала меняться идентичность социально-политическая, на что ты ориентирован, чего бы ты хотел, кого ты поддержишь, на то, с кем ты против кого ты, и, кстати говоря, этим занимались и те, кто осваивал в это время леса Карпат и земли Хмельничины и Винничины, и те, кто окучивал шахты и металлургические комбинаты на Донбассе, потому что оказалось, что это выгоднее, легче, и не требует, зачем эта сложная информационно-политическая работа, если можно, бляха, раскрасить страну в разных раз, сколько мы сил потратили на то, чтобы тормозить этот процесс, не допустить его, а этим занимались в итоге, к чему это сейчас привело, сейчас на смену даже этой раскраски регионально-политической, после того, как общество смешалось, изменилось, разломалась старая социальная структура, мы наблюдаем феномен аномии, то есть дезориентации людей, кто мы, откуда мы, какое мы положение занимаем, деклассирование произошло, а в этих условиях что работает? Вообще работает, извините меня, маркетинговый брендинг, синее, зеленое, красное, волосатое, раскрашенное, дизайн и реклама победили разум, интерес и идеологию, но значит ли это, что конец украинской демократии? Нет, абсолютно нет, первое, нужно, даже когда сложно, создавать условия, чтобы свобода мыслия культивировалась, не нужно бояться умных дискуссий, не нужно бояться разных политических позиций по вопросу национального суренитета, как его защищать, какие варианты экономики лучше, ближе к социалистической, или ближе к трофейной, или ближе к колониальной и так далее, потому что это все поиск общих решений, это тяжелее, это тяжелее, чем ходить с троем и молиться на одного лидера, но это важнее для истории, это путь к сохранению сложной целостности, а вот ходить с троем на одного лидера, это рано или поздно расколоться, и я хочу вам, мы говорим о Зопове языком, сказать, что пусть вас не льстят временные успехи эффективной автократии, это очень хрупкие конструкции, и исторически ограниченные, и именно то, что является преимуществом сегодня, может оказаться самым слабым местом завтра, потому что вы знаете, что кумиры и идолы низвергаются до основания, а некоторые просто перевинчивают головы, поэтому я считаю, что Украина, даже учитывая горький опыт, нас, кстати, враг критикует за то, что никакая мы демократия, нет в Украине демократии, к сожалению, деградация, да, сами влетели в эту деградацию, но утверждаться на этом, мы говорим, что вот теперь надо как-то с этим видеться, и я считаю, что это вообще путь в пропасть, потому что общество по-другому, оно скорее в бунты упадет, чем будет терпеть. Понимаете, Андрей Васильевич, мы вот как бы с вами, вот я предлагаю отдельно эту передачу, посвятить этому вопросу, потому что мы с вами забываем про потуги, скажем так, в разное время оппозиционной партии создавать так называемый «теневой кабинет министра». При этом потуги эти завершались на том моменте, когда партия-то приходила к власти. Она уже забывала сразу про «теневой кабинет министра», который она еще вчера отстаивала. Вот об этом все можно поговорить, потому что это можно охарактеризовать как конкретные решения отдельных политиков, которые формировали ход истории, а можно показать как определенный, условный, исторический детерминизм. Когда у нас, скажем так, «теневой кабинет министров», он так и не сформировался. — Оппозиционный. — Ну, это называли «теневой кабинет министров» в том смысле, как в Великобритании. Хорошо? Нет. Тут очень важен вопрос в дефиниции. «Теневой кабинет министров», то есть, понимаете, оппозиционный — это как оппозиционный штаб, «теневой кабинет министров», это кабинет министров, который параллельно функционирует и разрабатывает альтернативный проект и законопроект, и который не просто функционирует где-то там. — Я понимаю, о чем вы говорите. — Я для зрителей говорю. — И оппозиционный — это тоже не против. Оппозиционный — это альтернативное решение. И у нас есть практики, например, и вполне эффективные. — Окей, окей. — И не оппозиционные. — Но которые имеют определенные права, которые выходят за рамки контрольных полномочий депутатов фракции в парламенте. Вот в чем была идея. И то, что это не сложилось, это не, извините, не прихоть Янокович, не прихоть Тимошенко, не прихоть Ющенко. Это было бы прощение так говорить. А есть, на мой взгляд, более фундаментальные причины, о которых можем в следующий раз поговорить. Почему в конкретной географии не прорастают стихи, не ведая стыда? Почему не прорастает какая-то культура конкретно? Давайте об этом поговорим в следующем программе, потому что, на мой взгляд, это интересно. Это коррелирует с тем, что вы говорили. — Я понимаю, куда вы. Да. Есть у нас проблема различия в культурных кодах. Далеко не везде традиции и история, и память самоуправления, самоорганизации воспринимается как универсальное. Потому что Магадебургское право помнят на Западе, но представления не имеют на Востоке. А там советское самоуправление, классовое. — Понимаете, Андрей Васильевич, что получилось? Вот сейчас, говоря зубовым языком, у нас есть пример построения сильной модели власти. Назовем это так. Но эта сильная модель власти, это была мечта любой партии, любого правителя на протяжении 20 лет. — Миша, кто вам сказал, что у нас сильная власть? — Не-не-не, я имею в виду... — Откуда вы это взяли? — Смотрите. — Да, у нас большой кровью и потом сложилась сильная военная, извините, сильная военная организация, силы обороны. Итог большой ценой. Да, у нас выставлено исполнительное прежде всего эффективное с высоким доверием. А тут у меня много вопросов. Знается ли то, что представляется как административные правы и пугалки, что если что, то мы тебя за вражинство скрутим? Яглядит ли это силой? Может, это слабость? — Смотрите, Андрей Васильевич, я, конечно, понимаю, что, блин, не хочется приводить вот эти вот примеры Виктора Франкла и прочее, его рассуждения, связанные со свободой. Не буду проводить эти параллели, но вы понимаете, чем я говорю. Можно, конечно, как делать хорошую мину при плохой игре, это так, перефразирует смысл работы Франкла. Но вы понимаете, чем я говорю, да? Но давайте просто... — Это моих любимых психоаналитиков. — Да, да, да. Я с дуру отдал один раз автобиографию Франкла, не его работа в поисках смысла, а автобиографии. И мне не вернули с тех пор. Я редко делюсь с печатными книгами, потому что не возвращают люди. Но я что хочу сказать, что мы можем по-разному говорить, да, то есть это... Знаете, мне это... Ну, ладно, не буду, например, приводить. Я так скажу, что можно вот все, что угодно говорить, да, но вот есть номенклатурная власть, и эта номенклатурная власть в любой стране, в Америке, в Европе, вот в Украине, она всегда передает любого. Вы это прекрасно понимаете, что, ну, вот на этом построена вообще власть как таковая, да. Как бы мы говорим о том, что вот эта беспрецедентная концентрация власти, это было то, чего на самом деле желали все люди, которые находились, ну, например, десятилетиями власти в Украине. Потому что всегда, если вы вспомните, мы можем об этом поговорить, все скандалы в украинском политике всегда возникали на фоне того, что кому-то не хватало власти. То есть не вокруг реформ, не вокруг видения, а вокруг того, что не хватало власти и делили эту власть, и никто не мог установить на поле власти. Я вам скажу сам уже стоп-фу. Послушайте меня, а то вы сейчас зайдете в политике этого года. Смысл власти не в полночах, не в богатствах, не в рейтингах внешних и внутренних. Смысл власти в господстве над судьбами людей. Если, имея власть, ты прирастаешь людьми и их доверием во всех смыслах прирастаешь и в физическом, и в количестве, и в их поведении, и в ритуалах и традициях, которые укрепляются, например, акции в поддержку, участие в общих программах и минимизация протеста или кухни. Но если ты теряешь, если большинство судеб несчастны, если судьба не определена, это слабая власть по сути своей. Это все. Ибо, если вы читали Бакеовелли, если вы помните все наставления правителям, главное наставление, это благо народа, приостание его достатка и благополучие. Если это все в минус, то вы меня не убедите, что это эффективно и сильно у вас. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube-канал финансово, материально. Это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине либо в Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal, через там, револют. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью там, криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала. На самом деле, это очень удобно сделать. Вот тот же самый револют позволяет с любой картой абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала. Пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать. Я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Андрей Васильевич, просто есть в моём понимании, скажем так, есть такое выражение «благими намерениями вымощена дорога в ад». Это выражение даже не даром появилось. То есть, скажем, одна и та же дорога, например, концентрации власти в любой стране, я назовём, да. Возьмём, давайте, нейтральную страну, Азербайджан. Там конкретная концентрация власти, но понятно, что там, если кто-то будет впрямую оппонировать правительству, то тогда как бы, ну, будут большие неприятности. Но... Азербайджан прирастает богатство. Вот, я, вот, в Азербайджане... Там это правило работает. В Азербайджане, в Азербайджане Азербайджан при Гидаре Леве, Эльхаме Леве стал очень успешным государством, которое прирост населением, которое вернулось в свою территорию. Это успешное государство, потому что там авторитаризм, он был нужен в рамках совершенно конкретной, вот, скажем так, концепции. В рамках концентрации власти должна была, необходимо было в рамках конкретной цели восстановления территориальной ценности и восстановления гордости народа, да, то есть вот, там была совершенно конкретная цель. Значит, на протяжении 30 лет все политики, они боролись за власть не ради достижения конкретной цели, а ради власти как таковой. И это ослабило страну, и это создало почву для российской агрессии, так, потому что ломается всегда там, где тонко. И Путин, он четко понимал и ощущал вот эту слабость Украины, вызванную вот как раз вот этой коррумпированностью и алчностью тех элит, которые были на протяжении долгих лет до 2014 года в Украине. Ну, давайте о Путине не говорить, я скажу вот все-таки об Азербайджане, репликум. Я не согласен с вами, что авторитаризм семьи Алиевых это главный ответ. На мой взгляд, ответ в другом. Да, это благодаря старшему Алиеву, вы знаете, его историю хорошо, и младшему Алиеву, его таланты. Азербайджан сначала справился с внутренними проблемами, решил территориальный вопрос, и главное, стал привлекательным для жизни. А в будущем я ставлю три точки, потому что я не исключаю, что еще впереди будут идеи великого Азербайджана и так далее. Но в данном случае сама по себе автократичность ничего бы не стоила, если бы действительно все, что связано с ресурсами страны, на уровне большой бизнеса, вы знаете, лучше меня, не все так просто в азербайджанских, нефтяных и прочих кругах, в взаимоотношениях с внешними партнерами правило, если бы это действительно не было подчинено национальным интересом. Без этого, без этой, ну, в хорошем смысле корпоратократической демократии и консенсуса, что мы знаем разных вождей, в некоторых случаях авторитаризм оборачивается чем? Личными дворцами, золотыми унитазами, дуля народу и сплошные конфликты по периметру. А такой же авторитаризм. Поэтому сама по себе модель централизации еще ответнее на вопрос. Это хорошо, если правитель, ну, тут я буду говорить языком, литература возрождения. Благо, честив, честен перед народом и действительно, даже если себе толику малую, то это не раздражает, а воспринимается как благодарность народная. А возвращаясь к Украине, опять же, мы вот говорили много об истории, давайте далеко не нырять в казачьи, но все-таки даже история XX века показывает, что, во-первых, история территорий сложная и специфика устройства украинского менталитета. Для украинцев сильное государство. Это не государство и дебют Батагом. Против Батага быстро Майдан. Против сильного волюнтарной руки быстро Майдан. А вот справедливое государство, государство, где тебя слышат, где твой интерес представлен, где у тебя максимум свобод, но в случае чего ты государству, только малую государству, а тебе защиту. Но не случайно же именно в украинских землях был реализован анархосиндикалистский проект государственности в Махно. Я считаю это исторически абсолютно не случайно, а закономерно. И вот это нужно учитывать. Да, это если хотите историческая энергия тяготения к демократии. А трагедия в том, что постоянно ставили подножку, часто из корыстных интересов, подменяли. Я не исключаю, что и трагедия партийной, мы говорили о партийности, истории партийности в Украине. Здесь много странного в истории развития развитой партийной структуры Украины, как субъективной, так и извне. У меня еще большой вопрос, а поддерживалась ли амбиция украинских политиков создать сильные политические структуры? Потому что сильная политическая структура это сильная национальная демократия. А вот слабая, коррумпированная вот эти диванно-кабинетные так называемые, где за толику малую можно целую фракцию купить и не надо спрашивать избирателя. Вы понимаете, Андрей Васильевич, внешние игроки они не заинтересованы были и в сильном Азербайджане. Просто после президента ЛЧБ, который ничего не сделал для Азербайджана, более того, он фактически в какой-то степени как Звиад Гамсихорди, он подбираю слова, он не контролировал ситуацию в Азербайджане как в Гамсихорди, в Грузии. Потому что обсуждалась часто тема, что было бы, если бы в 1991 году победил сначала Черновул, а после него кто-то еще из национальной Азербайджане мы это пережили. Я просто хочу сказать, что внешние игроки всегда заинтересованы в ослаблении соседей либо ослаблении других стран. Особенно молодых, которые еще не умеют переживаться. Но это оправдание. Если бы в Украине был руководитель калибра Щербицкого, я вам скажу, вот Щербицкого, а не Кравчука, на мой взгляд, то человек такого калибра, я уверен, что скажем, и кстати некоторые эксперты даже с Азербайджана, с которыми я говорил, они считают, что Щербицкий, это была как бы фигура на их взгляд калибра Гидара Алиева. То есть возможно при условном Щербицком Украина бы... Он состоявшийся генеральный секретарь ЦК КП. Да, но вот при таком, но он не даром не состоявшийся генеральный секретарь, потому что он был очень сильной фигурой. Вот при такой сильной фигуре, как Щербицкий, Украина была бы сильным государством и мы бы не знаете, как не считали, сколько осталось, скажем так, граждан Украины в условиях российской агрессии и отъезда некоторых миллионов граждан Украины. Вы говорите о другом. Смотрите, вы говорите о другой важной проблеме. Я тоже солидарен с той точки зрения, что так как распад Союза зрел еще с конца 50-60-х годов, корренизация кадров сильной лидерей, как, господи, забыл фамилию, в общем, грузинская элита, украинская элита партийная, это были первые непровозглашенные суверенции, ну, один шелест из чего стоит. Поэтому на этапе вот этого трансформации Союза, появления национальных республик, возможно, как раз роль вот этих переходных фигур, которые уже были уже и не коммунисты, но еще и как бы и не западные демократы, а вот такие суверенцы, номенклатура суверенцы, они действительно казались эффективными переходными фигурами. Назарбаев, Казахстан, ну, вот целая плеяда, да, Лиевы, Азербайджане, несмотря даже на этот маленький хвостик временной с Эльчебеем, да, это, мне кажется, только подтверждает то, что как элита перехода, они действительно сыграли положительную роль и в плане опыта государственного строительства, и в плане опыта управления, и в плане просто знания предмета, они знали свои страны, кадры, и плюс ко всему, что очень важно, все-таки большинство такого рода фигур, они приходили на свои посты, имея запрос на альтернативное развитие, они не сохраняли совок, они приходили с целью преобразовать, даже, может быть, будучи людьми консервативными, но установка работала даже за них, поэтому я тут согласен, может быть, кто-то из более сильной украинской номенклатуры, как переходная фигура, не Ленинг Макарыч Ковчук, который оказался слабее, между капелек, плохо владел аппаратом, экономикой, да, может быть, ситуация была бы в первой десятилетии другой, тогда органичен бы более органиченный приход директора Кучмы, как технократа, который бы не развалинами занимался, а имел бы более консолидированную ситуацию, во втором пятилетии, и может быть, все было бы по-другому, я хорошо, вы меня зацепили еще за одну живую тему, и я хорошо помню конец 90-х, потому что связан был с целый рядом концептных технических, включая программные выступления, где мы абсолютно серьезно формулировали задачи и готовили материалы к программе Украина-2010, где речь шла о том, что амбиция Украины стать индустриальным лидером Центральной Европы, у нас были все для этого основания, структуру промышленности, вспомните, индустриальным лидером, и одновременно с этим стать новатором в плане новых инновационных отослей. Объясню почему. Потому что, имея хорошую старую промышленную базу, она перекошенная была, она скорее сдерживала, чем развивала, у Украины была возможность организовать быстро растущие передовые сферы. Еще все было, еще работала наука, еще система образования могла реагировать. То есть, грубо говоря, имея вот такую опору, как сильная концептуальная власть, Украины в конце 90-х вполне реально выглядела задача стать среди лидеров Центральной Европы. Все остальное написал Леонид Кучмак и написал о потерянном десятилетии. Помните эту книгу? Потерянное десятилетие. Ну, там много ответов. Спасибо большое, Андрей Васильевич, Ермолаев, известный украинский эксперт, был сегодня с нами. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, комментируйте и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok